Следующий момент это стабилизация. Не секрет, что стабилизация это очень важная характеристика любой современной видеокамеры. И это та характеристика, по которой фотокамеры практически абсолютно уступают видеокамерам. Маленькую видеокамерную матрицу стабилизировать гораздо легче. Более того, многие фотокамеры используют только электронную программную стабилизацию. Это не лучший вариант у современных видеокамер. Стабилизация безусловно гибридная. То есть и механическое это перемещение матрицы или линзы в объективе. И программная по информации из датчиков гироскопов. Только такой вариант на самом деле даёт значительный эффект. Ну, за исключением экшн-камер они немножко отличаются. Сейчас мы об этом поговорим. Так вот, как вы видите, вот здесь на достаточно быстро движущемся катере, который идёт неровно, который идёт по волнам, конечно, стабилизация у камеры в руках не справляется. Можно добавить программную стабилизацию прямо на этапе монтирования. Правда, у неё есть недостатки. Во-первых, она снижает разрешение. Во-вторых, она немножко обрезает границы кадра, потому что нужен некоторый запас по краям для того, чтобы стабилизатор правильно работал. Но иногда, тем не менее, без этого не обойтись. Хотя вообще-то всегда лучше использовать стабилизацию на этапе съёмки. Дело в том, что у стабилизаторов на этапе съёмки информация получается из гироскопов, которые отслеживают все повороты и вибрации камеры. А вот у стабилизаторов, которые действуют на этапе монтирования, конечно, такой информации нет, и им приходится по перемещению предметов самим догадываться, что имелось в виду – это шевельнулся объект на поле кадра или это дрогнула камера. И, конечно, в точности они это сказать не могут. Соответственно, эта стабилизация по природе своей значительно ниже к качествам. Но, ещё раз повторю, иногда иначе не получается. Значит, вот это изображение, в частности, неплохо бы немножко стабилизировать. У нас есть выбор – стабилизация средствами премьера или стабилизация средствами дополнительных модулей плагинов. Например, того же Sapphire. В нём тоже есть стабилизация. Я рекомендую Premiere, потому что эта стабилизация встраивается в основание стэка-модулей. И таким образом, даже если вы что-то делаете с эпизодом, который стабилизирован, вам не нужно запускать стабилизацию заново. Вот, к сожалению, все внешние плагины таким удобным свойством не обладают. Для того, чтобы применить плагин, нужно выбрать в списке эффектов видеоэффекты. Здесь вы видите видеоэффекты Sapphire, а дальше встроены плагины самого премьера. Значит, нам нужно искажение и стабилизатор деформации. Вот мы его берём и аккуратненько сюда переносим. После этого переходим в элементы управления эффектами. В элементах управления эффектами открываем стабилизатор деформации и смотрим его настройки. Вот он показывает, сколько осталось первого этапа. А попутно мы можем изменить настройки. Но я этого делать ни в коем случае не советую, потому что они установлены очень оптимально. Руками лучше всё равно не сделать, а испортить можно очень легко. Здесь очень хорошие настройки, ничего практически менять не следует. Сейчас пройдёт первый этап, начнётся второй. Вы можете продолжать работать, запустив стабилизацию. Когда она закончится, вот эта строчка исчезнет. Но, тем не менее, это не мешает работать со всеми остальными фрагментами в этом ролике. В пример встроено множество очень полезных плагинов. Обратите внимание, что они не все совместимы друг с другом. То есть, если вы наложили какие-то плагины, то не факт, что любой другой можно наложить сверху. В частности, стабилизатор, например, очень с многим конфликтует. И если вам это необходимо, то приходится собирать ролик как целый и потом снова его обрабатывать. Сейчас он заканчивает. Начинается стабилизация. Как только она исчезает, работа стабилизатора закончена. Вот что получилось. Как видите, движения стали намного плавнее. Практически это всё, что можно выжать из такой вот ситуации. Обратите внимание на то, что я вот сейчас вам показал, как работает стабилизатор с очень однородным роликом. Если у ролика разные части, то есть где-то вибрации сильнее, где-то слабее, где-то фон один, где-то фон другой, необходимо разрезать этот ролик и применять стабилизацию к разным его участкам в отдельности. Это категорически необходимо, потому что стабилизатор настраивается на свой фрагмент. И вообще он наиболее эффективно работает там, где фрагмент минимален. Я уже говорил, в чём преимущество экшн-камер. Они позволяют относительно недорого снимать в движении. Соответственно, стабилизация там имеет решающее значение. Более того, для того, чтобы снимать, например, на ходу, там требуется специальный внешний или встроенный стабилизатор, который может поворачивать камеру при движении руки или другой опоры. Но я об этом уже рассказывал. А сейчас мы посмотрим, как это выглядит на практике. Так вот, экшн-камера на стадикаме, ещё раз повторяю, это единственный достаточно дешёвый способ снимать на ходу. Но сверх встроенного стабилизатора, сверх стабилизатора, который на стадикаме... Есть ещё один приём. Вы видите, что очень сильное искажение дисторсии. Здесь очень хорошо заметно, что изображение по краю как бы изогнуто. Это нужно для того, чтобы можно было поправить искажения поворота, возникшие при наклоне камеры, которые почти неизбежны при съёмке, на ходу ли, при езде ли и так далее. То есть их проще всего выправить потом при монтаже. И мы сейчас посмотрим, как. Давайте заложим сюда какой-то ролик, который снят экшн-камерой. Но не забываем о том, что хорошо бы нам отменить связь и стереть звуковую дорожку. Она сейчас нам совершенно не нужна. Если мы будем накладывать звук, мы его будем накладывать отдельно. Значит, вот хорошо знакомый эффект. На самом деле его можно вправить средствами Adobe Premiere, но с одним маленьким, точнее большим недостатком. Дело в том, что там математика сделана в расчёте на наиболее быстро использованную и наименьшую загрузку процессора. Соответственно, она просто правит дисторсию, создавая математическую модель линзы. Что из этого следует? Из этого следует, что очень сильно обрезаются края изображения. Буквально может быть потеря 25% площади кадра. Это нам совершенно не годится. Тем более, что существуют плагины, которые правят такие искажения гораздо лучше. Вот, посмотрите. Плагин из пакета Sapphire. Значит, берём эффекты. Берём видеоэффекты. Берём Sapphire Distort. И используем WarpPishy плагин, который мы вот сюда и переносим. Выделяем наш фрагмент и открываем элементы управления. Вот он. Значит, обратите внимание, что этому плагину далеко до блеска встроенных плагинов Premiere. То есть, вот он, например, сразу нам искажает изображение. Потому что его настройки по умолчанию совершенно ни на что не годны. Но зато при правильном использовании он имеет, во-первых, возможность править практически с минимальными. То есть, какие-то потери, конечно, будут всё равно. Но потери по ширине... Вот, посмотрите, вообще-то. Я вам сейчас просто это всё покажу. Значит... Вот я беру и ставлю. На практике это минус 11 для моего объектива. Вот он сделал практически идеально, с очень маленькой потерей по площади. Хотя углы, конечно, потеряны, но в углах искажений наиболее сильные. Сверх этого у плагина есть ещё одно очень приятное свойство, очень приятная возможность. Опция поворот, в принципе, теоретически она такая же, как на встроенном плагине движения. Но если поворот с помощью встроенного плагина движения, вот этот, поворачивает наш кадр, и при малейшем повороте открываются поля, которые ничем не заполнены. Он просто поворачивает кадр, и всё. А то встроенный плагин... То есть... То плагин сапфира, он немножко изящнее. Он пытается, если угол поворота небольшой, сейчас я вам это всё покажу. Если угол поворота небольшой, он пытается поправить эту конструкцию без... Видите, без значительных потерь... Здесь картинка... Но он, конечно, не может получить информацию из ничего. Разумеется, он это восстанавливает по аналогиям. Но, тем не менее, это выглядит чертовски приятно, когда нужно немножко повернуть кадр, совсем чуть-чуть. А экшн-камеры очень любят так вот незаметно наклониться. Это обычная видеокамера, её просто держать горизонтально. Вот экс-экшн-камера и так не всегда получается. В общем, вот этот сапфировский плагин иногда выглядит просто спасением. Теперь ещё один важный момент. Вы, наверное, обратили внимание, что вот эта полоска над нашим роликом, она окрашена в красный цвет. По умолчанию, когда мы только забрасывали туда ролики, она была зелёной. Ещё она может принимать жёлтый цвет над соответствующими фрагментами нашего ролика. Что это означает? Это состояние стэка. Стэк – это множество плагинов один над другим, которые в сумме дают заданную нами картинку. Дело в том, что сейчас при попытке воспроизвести этот ролик все наши изменения математически обсчитываются каждый раз полностью заново. Есть возможность создать файлы предпросмотра. То есть в этом случае каждый раз нагрузка на процессор во время монтажа будет в десятки, а то и сотни раз меньше. Для чего это нужно? Во-первых, если вы положили 5-6 эффектов друг на друга в стэк, то даже очень мощный компьютер, скорее всего, просто не сможет показать вам такую картинку или будет показывать её рывками. Это практически неизбежно. Здесь приходится монтировать на таймлайне вслепую. Или же использовать рендеринг. Рендеринг темпор файлов. Как это выглядит? Очень просто. Мы выделяем весь наш собранный ролик. Входим в эпизод. И выбираем рендеринг выделенной области. А вот теперь обратите внимание, что начался процесс, который может занять очень долгое время. Он может занять несколько часов, если наш ролик большой. Я сейчас показываю маленький. Но зато после этого отрендеренные фрагменты покажутся здесь зелёным цветом. Это означает, что они будут показываться вот сейчас при монтаже максимально быстро. Во-первых. И во-вторых, эти файлы промежуточного рендеринга будут использованы в оконечной сборке. То есть, самый долгий процесс, окончательная сборка ролика, который обычно занимает часы, а то и дни. Пройдёт намного быстрее. Я рекомендую достаточно часто это делать. Хотя обратите внимание, что стоит вам что-то изменить в стеке конкретного фрагмента, то тут же она, эта полоска окрасится в красный цвет. Означает, что файлы рендеринга использовать нельзя. В примерах использовать не может. И он опять будет в этом месте загружать процессор. Но, как правило, удаётся даже при достаточно больших изменениях быстро поправить рендеринг, если он сделан заранее весь целиком. Потому что в этом случае обсчитывается только то, что изменилось. Я всегда советую делать рендеринг при первой возможности. Значит, ещё раз повторю, что красное состояние стека, которое требует рендеринга, зелёное, где рендеринг выполнен, жёлтый, где он выполнен, быть не может. То есть, бывают такие наборы эффектов, которые отрендерить нельзя. Кроме рендеринга, на просмотр и на его быстродействие очень сильно влияет разрешение просматриваемого изображения. Оно задаётся отдельно для просмотра и отдельно для воспроизведения. Вот смотрите, вот здесь есть выпадающий список, в котором можно выдержать либо полное разрешение максимальное, либо разрешение поменьше. Они отличаются очень сильно. Вот смотрите, мы сейчас выбираем для воспроизведения. Вот так выглядит просмотр на 1,4. А вот так он выглядит на полном разрешении. И здесь уже заметно, что быстродействия системы немножко не хватает, тем более, что у нас не отрендерен этот эпизод. Если бы он был отрендерен, то при минимальных эффектах разрешения бы хватило. Это ещё более заметно, если открыть просмотр на полный экран. Не секрет, что звук для видеороликов очень важен, и во многих отношениях он гораздо важнее, чем изображение, потому что с его помощью вы сможете подавать другую часть информации, которая объясняет, что на изображении, которая дополняет то, что на изображении, которая очень легко управляется и таким образом позволяет создать необходимую атмосферу самого ролика. И вот что самое странное, что сделать хорошее озвучивание порой значительно сложнее, чем хорошую видеозапись. Причин этого несколько. Во-первых, очень много ошибок вызвано тем, что подобрана неправильная аппаратура. Правда, и с видеоизображением то же самое. Я об этом много раз рассказывал, когда мы говорили о фото- и видеокамерах. Но в записи звука нюансов на самом деле как бы не больше. Дело в том, что, во-первых, очень многие предпочитают записывать весь звук одними и теми же микрофонами видеокамеры. Это совершенно неправильно по целому ряду причин. Дело в том, что точка, с которой мы записываем звук, всегда отличается от точки, в которой должна находиться видеокамера. Звук, и я ещё раз повторю, нужно записывать как можно ближе к рту говорящего. Почему? Потому что эхо. Эхо, которое отражается от любых предметов, от стен, если, конечно, у вас не специализированная звукозаписывающая студия, в которой стены покрыты звукопоглощающим материалом. Но это редкость. Вряд ли она есть в домашних условиях. В домашних условиях, конечно, чем больше комната, в которой вы делаете звукозапись, тем лучше. Понятно, почему звук, его интенсивность падает пропорционально квадрату расстояния. Соответственно, в два раза больше расстояние до стены, в четыре раза слабее эхо. Но об этом я уже говорил, а мы сейчас пойдём дальше. Мы рассмотрим, что существуют три типа озвучивания, точнее, три канала озвучивания. есть голос диктора, вот то, что я сейчас записываю, есть звуковые эффекты и есть звуковое окружение. Они делаются, как правило, совершенно разными способами. Для голоса диктора применяют ненаправленный микрофон, который должен находиться как можно ближе к рту. На этом микрофоне должен иметь место поп-фильтр и ветрозащита. Поп-фильтр это двойной слой плотной ткани, можно использовать капроновый чулок, натянутый на какое-нибудь подходящее кольцо. Он глушит звуки B и P, которые взрывные и которые на микрофоне просто откровенно звенят. Ветрозащита глушит дыхание, которое попадает на микрофон. Это поролоновая оболочка, которая на микрофон одевается. Вот посмотрите, я сейчас покажу фрагмент ролика похода по московскому зоопарку, где есть гекторский текст и звуковой эффект. Ведут скрытный образ жизни, хотя это и дневные существа, и увидеть их непросто, а услышать еще сложнее. С точки зрения систематики кустарников и собак. Что же касается звукового окружения, то это как правило музыка. или звуки природы, шорох листьев или что-нибудь в этом роде. Они точно так же накладываются на наш ролик, допустим, на новую дорожку. Кстати, обратите на это внимание, всегда нужно накладывать разного типа звуки обязательно на разные аудиодорожки. Давайте рассмотрим, как записать голос. Это можно сделать множеством разных способов. Лучше всего, наверное, я, по крайней мере, советую использовать сам премьер и подключенный к нему микрофон. Кстати, обратите внимание на то, что традиционно, еще раз повторяю, это необязательное условие, это традиция. Значит, голос диктора записывают монофонической записью, звуковые эффекты записывают монофонической записью, а вот звуковое окружение или стерео, или даже 5.1. Кстати, при отсутствии хорошего микрофона удивительно неплохой голос можно записать с помощью обычного мобильного телефона. Если расположить его микрофон как можно ближе к рту, никакой дополнительной аппаратуры в этом случае не нужно, вы просто делаете запись в высоком качестве на встроенной или загруженной из магазина диктофон и потом переносите вот сюда как файл, но мы будем записывать с помощью микрофона, который подключен к компьютеру. Вот дорожка, на которую мы будем писать. Настройка записи голоса, кстати, я обычно использую стереофонический микрофон и использую стереозвук для дикторского текста, хотя это и не совсем привычно, но тем не менее мне это больше нравится, чем он и голос. Вот здесь вы выбираете ваш микрофон, подключенный к компьютеру. Ни в коем случае не стоит использовать микрофон веб-камеры, потому что он рассчитан на большие расстояния. Всё, вроде бы микрофон зацеплен. Перед записью очень желательно приглушить звук остальных аудиодорожек, если они имеют место. Вот эта буковка М такое делает. В этом случае дорожка звучать не будет. А чтобы сама записываемая дорожка не звучала, нужно в свойствах нашего премьера в аудио включить опцию приглушить звук на входе во время записи и сделать ОК. Теперь можно записывать. Нажимаем на кнопку микрофона и запись началась. Делаем нашу запись и той же кнопкой или кнопкой Стоп её останавливаем. Теперь можем прослушать то, что получилось. Запись началась. Делаем нашу запись и той же кнопкой или кнопкой Стоп. Так, прекрасно. А теперь включим дорожку музыки. И запись началась. Делаем нашу запись и той же кнопкой или кнопкой... Сейчас вернусь к этому большому ролику, который я использую для примера. Значит, смотрите, у каждой аудиозаписи есть свойство её громкости. То есть можно задать усиление звука относительно текущего. Можно задать усиление абсолютное. Можно нормализовать максимальный пик. То есть по максимальному пику у этого фрагмента будет выставлено какое-то усиление. И можно нормализовать все пики по некой огибающей, которую уж премьер выбирает сам. Это, наверное, один из оптимальных вариантов. Но мы этим сейчас заниматься не будем. Потому что, если вы посмотрите, уж больно этих аудиофрагментов много. Мы же не можем с микрофона писать часами без остановки. Нет, у нас есть какая-то мысль, которую мы озвучили, потом остановили, потом делаем следующую запись. Кроме того, у нас есть, как вы помните, и всяческого рода звуковые эффекты. Соответственно, у нас должен быть инструментарий, который позволит работать с аудиодорожкой целиком. И он, конечно, существует. В меню «Окно» «Рабочие среды» выберем рабочую среду «Аудио». В «Рабочие среды» «Аудио», если мы сейчас включим проигрывание «Мелисами», «Водяными собаками», «Горными собаками». Видите, есть каналы, которые отвечают за каждую из аудиодорожек. Вот если мы передвинем наше прослушивание на уже знакомый эпизод с эффектами... Значит, все задействованные аудиодорожки и одна результирующая. В них можно вставлять свои плагины. И эти плагины, в общем-то, очень типичны. Мы определим сейчас дорожку с текстом. Вот она. И начнём её обрабатывать. Значит, смотрите. Вот здесь в выпадающем списке группы аудиоплагинов. И можно из каждой группы выбрать чего-нибудь. Значит, первое, что нам нужно будет обязательно сделать, это многополосный компрессор. Что это такое? Это устройство, которое понижает динамический диапазон голоса и делает его более слышным, более разборчивым. Вот смотрите. Мы включаем этот компрессор, мы его открываем, мы запускаем звук на прослушивание. Собаки считались вымершими. Они очень хорошо прячутся и ведут скрытный образ жизни, хотя это и дневные существа. И увидеть их непросто, а услышать ещё сложнее. С точки зрения систематики, кустарниковые собаки ближе всего стоят к гиревистому волку. А из псовых старого света, что интересно, ближе всего к ним африканские дикие собаки и красные волки. По всей видимости, где-то недалеко был общий предок, который первым из псовых добрался до Америки. Живут кустарниковые собаки семейными кланами от 4 и больше до 10-15. Поскольку компрессор довольно сложен в управлении, я советую устанавливать один из пресетов, который вы подберёте для себя сами. Я вот остановился на том, который называется доставка через интернет. Не знаю, почему он так называется, но по звуковой картинке для моего микрофона он, наверное, может считаться оптимальным. Какие ещё модули нужно ставить? Ну, во-первых, если вы слышите шипящие или свистящие звуки, то модуль DSR вам поможет. У него тоже есть пресеты, один из которых устраняет, допустим, мужской звук S. Он и так называется, Mail Voice DSR. А вот этот Mail Voice DSR – это морское шипение. В принципе, они не обязательны. Вот для этой записи они существенно не улучшат картинку звуковую, потому что здесь стоит поп-фильтр и ветрозащита. Но, тем не менее, DSR можно установить. Далее, если возникает необходимость, то многополосный эквалайзер, я остановился на 20-полосном, сможет вам помочь. Вы можете уменьшить, допустим, низкие частоты, если это необходимо. Вы можете уменьшить шипение и свист на высоких, там, где колоса нет. Но это всё абсолютно опционально. То есть не могу гарантировать, что вот именно в вашей записи это необходимо. Однако, обратите внимание вот на что. Если вы не пользуетесь весьма высококачественной воспроизводящей аппаратурой, я категорически советую для записи голоса убрать почти до конца самые низкие и самые высокие, потому что они могут отличаться на воспроизведении высококачественной аппаратуры. Там могут быть шумы, которые вы просто не услышите. Вообще, если у вас нет высококачественной воспроизводящей аппаратуры, я советую приобрести хорошие наушники мониторного типа, закрывающие уши, потому что, по крайней мере, частотный спектр у них, как правило, всегда хороший. И шумы в них вы услышите, может быть, вы не услышите их на колонках. Обязательно нужно проверять вашу запись. Далее весьма полезными функциями могут считаться автоматическое удаление щелчков и уменьшение шума. Обратите внимание на то, что нужно очень тщательно проверять, как они действуют именно на ваш голос, потому что это сильные опции. Они могут просто вырезать части ваших слов, если вы их не сможете корректно использовать. Настроек здесь совсем мало, поэтому вот только включить малое или сильное подавление шума и всё. Обратите внимание на то, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы сюда, да и в эквалайзер тоже, да и в DSR попала музыка, потому что из музыки он сделает такую нарезку, что слушать это будет совершенно невозможно. Там часть инструментов просто пропадёт. Кстати, компрессор тоже не надо использовать на музыке. А вот что обязательно надо использовать, и это последний слот, который мы будем применять, вот это нужно делать категорически и обязательно. Это так называемый жёсткий ограничитель. Для чего он нужен? Для того, чтобы нормализовать громкость по всему нашему звуковому каналу. А мы включаем этот жёсткий ограничитель, устанавливаем пресет. Вот начиная с премьера 2019 года, у него очень хорошие настройки пресета. Практически ничего руками настраивать не надо, просто выбирайте ограничение минус одна десятая децибела, и всё хорошо. Он нормализует звук, все максимальные пики. На каком-то небольшом участке по времени упреждения, вот здесь, они будут выставлены на минус одну десятую децибела, то, что нам и требуется. Теперь обратите внимание вот на что, что точно такие же слоты имеются и на канале выхода, который объединяет в себе все дорожки. Значит, с ним, конечно, нужно быть очень осторожным, потому что там уже музыка смешана с голосом, соответственно, в принципе, даже ограничитель, вот никакой из этих модулей туда ставить нельзя, потому что даже ограничитель, он поднимет вам музыку до уровня голоса. А вам бы, конечно, хорошо громкость канала музыки поставить не на одну десятую децибела в минус, а где-то децибел на 6, а то и 9. А, соответственно, вы в музыкальный канал вставляете такой же точно жёсткий ограничитель и его настраиваете уже для музыки отдельно. То есть, вот минус 6 децибел обычно это нормально, но иногда, может быть, понадобится и больше. Итак, наш ролик сделан. От рендеринга в Tempor файлы теперь можно его собирать окончательно, то есть, сделать окончательный рендеринг. Для этого нужно войти в меню файл и сделать экспорт медиа контент или нажать Ctrl-M. появится окно, которое, наверное, самое сложное здесь. Значит, смотрите, допускается множество форматов. Они все чётко определены для самых разных потребностей. Обычно для современных видеокамер, которые снимают на 720 или 1080, я рекомендую использовать формат H.264. В принципе, есть более новый, 265. Он сжимает немножко компактнее, но он, во-первых, не всем поддерживается, потому что требует очень большого процессорного ресурса. И, во-вторых, он очень долго собирается. Поэтому я советую использовать H.264. И если вы пользовались обычными современными камерами, которые также записывают в этот формат, то можно применить шаблон с атрибутами исходного файла. Это чрезвычайно полезное свойство, потому что оно позволяет устанавливать минимум параметров. Значит, мы ставим с атрибутами исходного файла H.264 и дальше руками меняем то, что нам необходимо менять. Значит, смотрите, что необходимо менять. Ну, во-первых, окончательные размеры, но они, как правило, соответствуют тому, что у нас было задано в проекте. А проект автоматически подхватил первый фрагмент, который мы в него загрузили. Соответственно, 1920 на 1080, прекрасно. Если вы не хотите этого менять, всё очень хорошо. Частота кадров. Это достаточно критичный момент. Частот кадров много. Частоты кадров, в принципе, делятся на две большие группы. Это 25, или 24, или 30, или 50, 60. Вот между ними, между этими двумя группами, отличия минимальные. Значит, частота кадров простая и двойная. Очень распространённый вопрос, почему, хотя в обычном оптическом кино 24 кадра в секунду было, ну, абсолютным стандартом. Потому что она значительно перекрывает всё, что необходимо глазу. На самом деле, и 16 для любительских узкоплёночных камер прекрасно выглядело на экране. Да, всё правильно. Но на самом деле, видео и кино всё-таки сильно отличаются друг от друга. Дело в том, что кадр не возобновляется весь сразу. Он это делает по частям, в отличие от кино. Поэтому высокая частота воспроизведения крайне желательна. То есть, если есть такая возможность, нужно снимать и собирать на 50 или 60. В каких случаях 50, в каких 60? Очень просто. В Европе 50, в Америке 60. Потому что это частота в розетке. Дело в том, что в этом случае мерцание лампочек будет не так заметно. А если мы не попадём в нужную нам частоту, то оно будет более чем заметно. Но опять же, на современных интеллектуальных программах, которые рендерят эти файлы, и это отличие стремится к нулю. А в экшн-камерах, которые особо к этому чувствительны, даже есть опция, с какой частотой работает электрическая сеть в этом регионе съёмки. Так, ну у нас 50. В России частота 50 Гц, всё нормально. Значит, стандарт PAL или НТС-Ц зависит как раз от того, какая частота принята в осветительной сети. Сейчас между ними разница минимума. Что вы ставите то, что другое, отличаться будет только тем, что в одном случае вам поставят 50 Гц, а в другом случае 60. А вот рендеринг при максимальной глубине нужно поставить обязательно. Это несколько замедлит процесс рендеринга, но тем не менее вы выиграете в качестве. Значит, параметры битрейта это самое важное. Что такое битрейт? Это тот поток данных, который в уже закодированном, законченном виде идёт на программу просмотра. Продолжение следует...